Здравствуйте! Всех спешу поздравить с прошедшими праздниками, с Рождеством, кто его отмечает, и с Новым Годом. Ну и с наступающим Старым Новым Годом тоже. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Мой обзор будет посвящен заказу Avon по третьему каталогу за 2016 год, который уже наступил. В общем, так получилось, что у меня как-то внезапно, несколько не совсем тот, что я ожидала, заказ пришел. Ну не в том плане, что там что-то не то, а в том плане, что иногда я долго-долго что-то выбираю, думаю то или это, и в результате на обум кидаю один из кодов, и мне приходит не совсем то, что я ожидала или то, что хотела. Это я про вот этот вот скраб для лица с минералами Мертвого моря, превосходное очищение. На самом деле я хотела что-то из молодежной серии попробовать, я не помню название марки, а каталог я уже утилизировала. Но, в принципе, это тоже неплохо, вот что тут написано, помогает очистить кожу от загрязнений кожного сала. Она выглядит более свежей и подтянутой. Бла-бла-бла. Использовать три раза в неделю. Я-то хотела то, что использовать где-нибудь так раз в день. Ну сегодня я его попробую на себе. Тут 75 мл. Сделан он в России. Вот такой вот серенький тюбичек. Сделан 11-11, точнее 1-11-2015, в общем недавно. Будет жить он три года, если его юзать. Это вот такое вот средство. Потом я заказала себе скраб. Вообще заказ полностью был до меня. Что-то у меня в этот раз никто ничего не выбрал. Я сначала хотела один из гелей оставить своему дядюшке на 23 февраля. Но думаю, на 23 февраля я ему что-нибудь другое закажу. Потому что выяснилось, что роликовые дезики он не пользует. В общем, вот такой отшелушивающий скраб для тела. Морская лагона с витамином Е. Из серии Сенсус. Гель для душа был вкусный, но мало пенился. Тут 200 мл. А по типу такого скрабик у меня был, цитрусовый заряд. И он мне очень понравился. Я очень большие надежды возлагаю на этот же скрабик. Вообще взяла один кюбик, хотела два. Но решила, думаю, если что-то пойдет не так. Чем-то он мне не понравится, то пусть лучше будет один. Как-то его можно будет доюзать. Но думаю, я его завтра, надеюсь, использую. Ну, состав классический, частично химический. Я думаю, даже бесполезно его показывать. Я не уверена, сфокусируется ли у меня камера. Но на всякий случай, вот так. Кстати, он с витамином Е. Потом вот эта вот пена. Я еще на самом деле не смотрела каталог новый. Только посмотрела это приложение, эти модные акценты. Правда, в этот раз называется Avon стиль жизни. Актив. Ну, если в четвертом каталоге будет вот такая вот пенка, то я закажу ее еще, потому что даже вот просто я открутила перед тем, как видео снимать и понюхала, но для меня она пахнет чем-то таким вкусным вареницем. Его хочется сразу скушать. Не сказать, что малинкой, но чем-то таким сладеньким. Возможно, это орхидея так пахнет. А еще она мне напоминает шикарное красное вино типа Энкермана. Или Лозаннской долины. Вот такая пенка. Не знаю, гель мне сегодня опробовать какой-нибудь, или все-таки эту пенку. 250 мл. Пен для ванн, орхидеи и малина. Сделана снова в России. Ну, в принципе, как-то и... Хотя нет, в Польше. Хоть и все и по-русски. Ну, в общем, не суть важна, где она сделана. Но такая пенка, она мне нравится. Но я там... Тогда можно было потереть страничку, и потерла мне такой. Как я ждала, когда уже заработает третий каталог по нашей зоне, бегущий вперед. Так, что тут у нас еще? У меня тут был заказ чистомой вот эти три геля. По-моему, они стоили в наборе 229 р. Я не помню, к ним ли шел пакетик в подарок, или все-таки пакетик в подарок у меня шел к туалетной водичке. В общем, я давно их хотела заказать. Ну, все, что-то... Или на них скидки не было, или меня душила жаба, или как-то так все не сложилось. А тут, в общем, взяла и сделала. Соблазнительная маракуйя и пион гель для душа. Освежающаяся с витаминами. С витаминами 200 мл. Кстати, пахнет очень вкусно. Возможно, что именно этой самой маракуйей... Значит, у меня-то сначала я его хотела своему родственнику подарить, но когда открыла и понюхала, я решила, что нафиг родственник обойдется в другой раз. О том, цветущая сакура. Мне кажется, у них раньше в Вейвене было, что такое с сакурой. То ли гель, то ли шампунь. И мне оно очень нравилось по запаху. А потом я люблю вишню. А вишня та же самая сакура. Или, точнее, сакура та же самая вишня. Пахнет очень вкусно, нежненько. Не знаю насчет сакуры, но очень вкусно. Потому что, допустим, цветок вишни в Ефроше пахнет чуть-чуть горчинкой. А тут так сладенько. И то, из-за чего в основном я их и заказывала, это вот этот вот зелененький гель, бодрящий зеленый чай и вербена. Гель для душа, освежающий с витаминами. Тоже 200 мл. Ava Naturals для тела. Вообще, хотела сначала набором, чтобы лосьон был и спрей. Но думаю, спрей мне как-то не очень. К тому же сейчас зима и, в принципе, я спрей мне как-то для тела не очень пользуюсь. У меня духов на этот случай очень много. И вот он, кстати, пахнет такой горчинкой. Я уже разрываюсь. Чем же мне сегодня вечером помыться в душике? Всеми тремя уж точно не получится. Либо я просто оттуда не вырезу. Что тут у нас дальше? Дальше у меня вот эти два пакетика. Один из них был за 5 рублей. Я не очень поняла суть этой программы. Как это так получилось? В общем, я заказала, конечно, вот эту водичку, пробничек. В прошлом заказе у меня было. И она мне очень понравилась. И как пробничек, и как отогните уголочек, и понюхайте в каталожике. Она, соответственно, еще не распечатана. Сейчас я при вас это все сделаю. И там был штук, кажется, за 699 водичка, плюс за 10 рублей можно пакетик и лосьончик. Но я заказала, и получилось так, что у меня один пакетик с лосьончиком был действительно за 10 рублей оба, а другой пакетик с лосьончиком был вместе вот с этим вот. Ну, в общем, видимо, все же мне положили один пакетик с лосьончиком в довесок еще за 10 рублей. Вот так вот. А теперь второй. В общем, два у меня пакетика и два лосьончика. Лосьончики 150 миллилитров. Ой, я его выдавила. Он такой вот беленький. Раз уж выдавил, что-то я вывелась. Вот сводь. Такой нежненький. Ну, по консистенции, как лосьончик, может, чуть-чуть погуще. Он быстро так впитывается. Кожа гладкая. И действительно такой нежный аромат духов. Даже не могу передать, чем конкретно. Ну, и цветами какими-то, может быть, даже розы, что-то такое. Ну, в общем, он мне очень нравится. Один кому-нибудь подарю. Один, естественно, сама ловезу. Вот этот вскрытый. Этот еще нет. Второй этот пакетик. Да, мне тут еще пришел открыточка за 1 рубль на 8 марта. Эйвен больше, чем красота. Ну, на 8 марта, когда наступит, может, кому-нибудь подарок закину. И вот этот вот первый в моей жизни купон на 600 рублей на какие-то определенные продукты из 4 каталога. Там еще распродажа была, еще какая-то брошюрка с непонятной акцией. Пока не очень в них разобралась. И эти духи. Сейчас я их открою. Давайте, вскрывайтесь. В общем, все нормально у меня не получилось. Среду я сняла, но так как я буду сама их пользовать, то, в принципе, какая разница. И да, там была какая-то акция, что, вот я сейчас вспомнила, что откроете, увидите код, куда-то там его введете и, возможно, что-то выкрутите. Особо в такие распродажи вообще, как там, акции не очень верю, но попробую, может быть, что-то получится. Сделано у нас где оно? Такое ощущение, что сделано на Украине. Хотя, в принципе, где-то не сделано было. Видимо, все же на Украине, потому что что-то очень много этой муры. И вот он, долгожданный флакончик. Кажется, будто в нем больше миллилитров, чем 50. Шикарный розовый. Прима. Крышечка такая интересная. И на колпачке Рейвен. И чем-то он мне напоминает даже немножко Пурбланку, если туда добавить розочки. Я сегодня вроде ничем таким особо не душилась, чтобы он смешался. В общем, нежный, классный аромат женский. На 8 марта там кому-нибудь или просто подарок это самая суперская была. В общем, вот такой вот у меня был заказик и такой обзорчик. Там девочки как-то спрашивали в видео обзор про арома масла. Я помню все это. Не то, чтобы я такой склероз. Немножко тут дел было. Но я постараюсь это записать. А еще про бижутерию. Бижутерию я не ношу, но могу сделать небольшой обзор в какой-то части своей ювелирки. У меня в основном ювелирное украшение, так как вот это кольцо это серебро с фианитом. И вот этот браслетик на самом деле это тоже серебро. Тут граната и фианиты. Мне родня его подарила два года назад на 30-летие. Вот такие дела. Если вам было интересно, то я рада. Ну и спасибо за просмотр. И пока.